Всем привет дорогие друзья, это канал по видеоиграм вместе с дядюшкой Розе. Будет небольшое напутствие новичка на новых серверах, кем стартовать, что делать в первую очередь и так далее. Но перед тем как начать, хочу сказать слава ЗСУ, слава Украине не скажу, потому что очень много пи***ов и ватников сидит в Верховной Раде. То бишь слава ЗСУ, пацаны борются, воюют при помощи конечно не первой свежести техники, но 3 года очень хорошо воюют. Почему так говорю, потому что на России забанили ютуб, не будет дизлайков, и то что раньше я боялся дизлайков поставить, но теперь не боюсь. А, ты поверил, я знаю, ты VPN умеешь пользоваться. Короче, жду дизлайков, там комментарии особенно смелые, да. Комментарии, чтоб я вас заб... Ой, не буду говорить, а то не напишите, что я сделаю. Я вам лайк поставлю, я пошутил. Чего же начать, ребятам? Давайте мы начнем. Стартует или стартанули уже сервера? Я что-то опоздал, хотел записать раньше видосик, у меня что-то там и твиночков качал, и вот этого персика развивал. То давайте мы стартуем. Кем стартовать? Я сейчас перечислю классы, которые там будут, и вот этой последовательности от бездонатного к донатному. Первый у нас идет орб, потом мах, потом глад, потом лучник, нож и танк. Вот такой последовательности идут классы по бездонатности, потому что в начале очень много будет нужно вам фармить адены. То бишь мы упираемся тупо в этот желтенький квестик, будет очень много народу, сервера Кореи и Японии, кто стартует. Новые кластера, новые сервера. И это напульствие на будущее, чтобы вы знали, как играть. Упираемся в желтый квест, идем по квесту, приобретаем, ну почти на всех классах, вот есть скорость, скорость атаки. На всех классах этот скилл, вот эту первую очередь, ну все зеленые скиллы, по любому, по желтому квесту быстро пройдете. Как бы будет много народу и как бы тычка по мобу засчитывается. Неважно кто его добил, убил, больше урона нанес и т.т. Идем по желтому квесту, наверное доходим до конца. Я предполагаю будет старт как тут был, если мы откроем, вот Локи и Геран. Но это я предполагаю, я не знаю, посмотрим там кто-то пойдет. Это мы все увидим, Локи и Геран, кроме вот Кровавых Топий и Каньона Таннера, будут все Локи. Вот до Герана, вот эти Локи будут. Самый крутой фарм, это у нас получается Муравейники, второй этаж, то что очень много там муравьев. Третий этаж Муравейник, синие книги будут дорого, очень стоить. Магу в первую очередь боевое лечение надо взять, арбу вспышку божественную. Ну короче, дамажущие скиллы в первую очередь, там кому что, но магу боевое лечение. Потому что у мага дамажущий скилл сразу пламя на 5 целей. Зелененький скилл, ему просто не хватает самобичевания для полной реализации, как бы боевое лечение, самобичевание и пламя вообще классные. Маги вообще крутые в начале. Потому что зеленый скилл на 5 целей сразу есть при старте. Фарм зарочей, фарм боссов. Ну это если вы захотите пойти в топ сайды. Смотрите, кто фармит зарочей, кто фармит боссов. Пытайтесь найти клан, как-то втиснуться. Азиатские друзья, ну они очень сильные, их будет много. Зарочи, кто держит боссов. Лучше с ними не ссориться. Как-то дружить, там может создать какой-то ПВЕ клан. Не знаю, получится ли вступить. В целом, что мы делаем? Мы фармим муравейник, фармим квесты глудиновские. Проходим квесты. Адену на свитки. Часики скупаем, отставим. Там инстанты будут. Там остров неистовства, разоренный замок, точки золота, разоренный замок ордена. Первый свой скилл, но он там не скоро будет. На 13 левеле только можно будет купить за 1500 орденов первый свой скилл. Как бы при старте будут бесплатно давать скилл. Ну не протупите. Как мастер Чу тогда сказал арбам брать правосудие. То арбы берите крест, не ошибетесь. Он вам поможет и спот отстоять. Если какой-то орб возьмет правосудие, вы с крестом его загасите на ура. Все будет очень дорого стоить. Будет очень легко развиваться. Коллекции первые. Любые шмотки. Вот почему нужно фармить очень много зарычей. Потому что зарычи дают те же самые точки, которые вам помогут. Вы просто выбиваете разный серый зеленый лут. Точите его, продаете на аукционе. Вот как сейчас мы посмотрим. Он нафиг никому не нужен. А при старте это будет очень дорого стоить и очень быстро скупаться. Давайте еще раз повторим. По желтому квесту заканчиваем квест. Со всеми упираемся в первый день. Муравейник отстаивать. Там как-то фармить. Третий этаж муравейника. Там синие книжки. Я помню на них очень хорошо поднялся. Хоть там через полмесяца только туда пришел. Там первую книгу помню выбил. За косарь продал. В целом задавая вопросы, подскажу что знаю, то непонятно. Вся игра заключается на коллекциях. Мы просто играем закрывая коллекции. Весь смысл. Меняются локации, переставляешь с данжа в данж. Ну если ты ПВЕшник. В ПВП игре намного лучше, но там нужно время. Очень много времени. Бессонные ночи. Как бы если ты не в Корее, не в Японии. Пинг очень тоже решает. Такое напутствие новичка. Всем до новых встреч. С вами дядюшка Розе.